Привет всем, друзья! На канале мы выложили уже немало роликов о предсказаниях и расчетах знаменитого на весь мир гения математики Сидика Афгана. Еще два года назад мы впервые вспомнили о его знаменитом пророчестве в одном из первых телешоу, что стали выходить в эфир еще до распада Советского Союза. Кадры из этого шоу до сих пор ходят по просторам интернета. На шоу Афган предсказал с точностью до месяца распад Советского Союза. И тогда никто не мог поверить в его слова. Математик не только назвал дату, он еще и дополнил свое пророчество, так как, согласно вычислениям Афгана, к 2025 году союз возродится, но в качественно новом виде. Это будет мощнейший союз в мире, выстроенный на базе России, которая станет объединяющим центром. Кстати, за свой уникальный ум интеллект Сидика ЮНЕСКО посчитал достоянием человечества. Его назвали величайшим гением из живущих ныне умов и прогнозистом, которому на сегодня нет равных на всем земном шаре. Сидик считает в уме многоуровневые последовательности цифр и видит в них закономерности, скрытые от самых талантливых гениев мира. На этой базе Сидик Афган создал уникальную в своем роде таблицу прогнозирования, позволяющую, имея вводные числовые данные с точностью до часов, минут и даже секунд при условии обширного объема информации предсказывать будущее любого человека, любой страны. Будущее для кого угодно и чем полнее вводные цифровые данные, тем более точным по времени можно прогнозировать то или иное событие. Если вы не смотрели предыдущие ролики о Сидике и его сбывшихся прогнозах, предлагаю вам пройти по ссылке в описании к этому ролику на плейлист, где собрано уже более 400 видео о будущем мира. Там вы найдете для себя много интересных открытий. Сегодня же мы собрались, чтобы узнать, о каком событии предупредил математик весь мир, что случится в июле 2023 года и чем это событие обернется для нас. Сидик Афган в последнее время стал желанным гостем на таких каналах, как НТВ, Россия и другие. 12 февраля 2023 года в эфире НТВ Сидик Афган сделал свой очередной сенсационный прогноз, и его удивительный расчет на будущее заставил задуматься весь мир. Дело в том, что 17 июля 2023 года произойдет событие, которое потрясет весь мир. Это дословно. Числовые закономерности, которые рассчитал Афган, указывают на то, что это событие связано с Ураном. Случится то, чего сегодня опасается весь мир. Эскалация по одному из мировых направлений, что не дружественной России. Это будет событие, которое сыграет роль мощной провокации. Очевидно, со стороны Запада. И дальнейшие действия и решения, которые повлияют на ход всей мировой истории, должен будет принимать лидер России, на которого возложена великая миссия свыше. От него будет зависеть буквально все. Один человек, миссия которого потрясет весь мир. Так, еще два года назад мы обнародовали на канале пророчество американского пастора Рика Джойнера, который назвал президента России величайшим вершителем мировой истории, миссия которого удивит и потрясет весь мир уже очень скоро. И вот, прошло несколько лет, и сообщаем вам, очевидно, что это время пришло. Если сопоставить прогнозы великих прорицателей, мыслителей и ученых, именно месяц июль станет решающим месяцем для всей Земли. Так как природа не делит мир на секторы и государства, каждый участок суши и воды есть часть единого дома для нас, которым является наша планета. Кто бы мог подумать, что сами, своими же руками, люди будут так нещадно расправляться с природой и себе подобными, с красивейшим и величественным пространством вокруг себя, созданным Богом. Пространством, которого достаточно для каждого, чтобы иметь все необходимое и жить счастливо, без войн и лишений. Вместо дружбы народов, взаимопомощи, мира и согласия, жадность привела людей к этапу, на котором уже скоро будет решаться судьба целых стран. И не факт, что богачам-олигархам вновь удастся выйти сухими из воды. Еще болгарская ясновидящая Ванга говорила, а мы повторяем в своих роликах снова и снова. Грядут времена, когда слава и деньги не спасут, когда человеческие и духовные ценности будут дороже золота и важнее всего для мира на Земле. Очевидно, что именно эти ценности должны лечь в основу принятия решения, от которого будет зависеть будущее всего мира. И это решение по своей миссии должен будет принять именно лидер России. Ответственность, возложенная на него свыше, очень велика. Но не стоит бояться и впадать в уныние и недоверие, что часто происходит с людьми, когда от них самих уже ничего не зависит. Потому что Россия занимает одну шестую часть суши на данный момент и управляется самим богом. Россия здесь находится, американская здесь находится. Все люди смотрят на вашу победу. Мы не видим его присутствия, так как грешны и не способны разглядеть этот великий свет. Но великие подвижники и старцы, схемонахи с тяжелейшим обетом отречения, о которых мы неоднократно вам рассказывали, резонируют со Святым Духом, находясь в окружении этой святости. И они, живя в разное время и никак между собой не договариваясь, четко описывали присутствие Святого Покрова над нашей Родиной. Говорили, что сама Богородица просит за нее и хранит нас. Даже знаменитые провидцы Ирана и Индии, такие как Салман Салихигударза или Саибаба, описывали в интервью особенный купол, видимый свыше, под которым находится территория современной России. Неизвестно, когда он появился и долго ли еще простоит, но эти же провидцы объясняли, очевидно, что купол дает такую духовную мощь и силу, которая поможет нам, где не обойтись без руки Бога и божественного провидения. Они же утверждали, что высокая миссия возложена на нашей земле, что лидер России обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы в нужный момент принять истинно правильное решение. Но вернемся к пророчеству Сидика. 17 июля 2023 года – день, который станет одним из самых масштабных по вниманию СМИ. Телеканалы всего мира будут транслировать нечто, что станет катализатором исторического преобразования мира. А это значит, что 17 июля может произойти ядерное потрясение, сопряженное с большими потерями. Это время чрезвычайное для всех. Мы подходим к историческому этапу, когда сила Бога проявит себя, как никогда раньше. А это значит, что уже сегодня люди должны максимально очиститься от прошлого. Что это значит? Прежде всего, это исповедь и осознание своих грехов. Возьмите белый лист и напишите на нем все, что тяготит вас. Все грехи, которые отягощают вашу судьбу и не дают счастливо жить дальше. Чтобы войти в новое время и стать частью нового мира, чтобы повысить духовный уровень осознания и очиститься, придите с этими записями на исповедь. И ничего не тая, не скрывая эмоции, расскажите батюшке все как есть. Помните о том, что в этот момент он является не просто слушателем, а проводником вашего обращения к Богу. Не священник прощает грехи, а тот, кто слышит вас в этот искренний момент раскаяния через все пространство и время. Это первый и очень важный шаг. А далее доверьте свою судьбу Богу и ни о чем не переживайте. Казалось бы, как это просто, но ведь большинство из тех, кто сейчас смотрит этот ролик, не был на такой исповеди никогда. И это очередной повод задуматься, почему на душе бывает тяжело, почему так сложно отпустить прошлое. Сидику Афгану в связи с его предсказанием на 17 июля задали вопрос о том, будет ли масштабная ядерная битва, и математик ответил, что нет. Из чего можно сделать вывод? Провокация 17 июля хоть и станет разрушительной, но в долгосрочной перспективе не окажется фатальной. Напоминаю, подобное пророчество или скорее прогноз на те же самые даты есть и у астролога Светланы Драган. Мы озвучивали в недавнем видео. Астрологическая карта показывает нам, что расчет Афгана не просто имеет место, но является точным. Некий переломный момент для всего мира, возможно для мирового сознания и самоосознания в этом мире. Что же касается 2025 года, о котором мы упоминали в начале видео, Сиддик назвал его справедливым, когда хорошие и чистые духом люди получат добро и наоборот. Вспоминаем предсказания Ванги о времени, когда каждый увидит себя в зеркале, получит к себе то же самое отношение, что транслировал на других. Но все это сейчас слышится, как абстрактное рассуждение о будущем. И как обычно, когда приходит время исполнения пророчества, люди понимают, насколько неправильно его трактовали. Как было когда-то с Курском, который, по мнению Ванги, скоро уйдет под воду. И все подумали на город, а оказалось, что речь шла о подлодке. Однако же к пророчеству как Афганы, так и Ванги уже сейчас можно найти подходящую трактовку. Просто подумайте, кто есть хорошие и кто есть плохие сегодня. Что если в 2025 году сбудется предсказание математики о воссоединении союза с центром в России? Можно ли считать в этом случае Россию хорошей? Как говорилось в Библии, добро же победит зло, а не проиграет ему. Кажется, все логично. И естественно, если мощное государство воссоединится, то зло будет повержено, и именно 2025 год будет для него плохим. Все, как и рассчитал гений математики. Остается только ожидать исполнения этого пророчества. Если вы смотрите это видео в июле 2023 года, напишите, сбылись ли расчеты Сидика Афгана. Давайте сейчас обсудим в комментариях, верите ли вы в такие прогнозы и что думаете о знаменитой таблице прогнозирования. И если понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал, чтобы первыми узнавать о будущем. Также в описании к видео мы оставили ссылку на бусте, чтобы вы могли поддержать наших авторов и полноценно принять участие в жизни сообщества, а также выигрывать ежемесячно призы и подарки. Спасибо за просмотр. До новых встреч!